Алекс Нарбут Почему это работает, или как система Дейла Карнеги может помочь вам сегодня? С тех пор, как люди изобрели психологию, прошло не так-то много времени. Всего чуть больше сотни лет. И как только она появилась на свет, выяснилось, что умение понимать себя и других людей, что, собственно, и составляет суть психологии, оказывает самое прямое влияние как на физическое здоровье человека, так и на его профессиональный успех, не говоря уже об отношениях с окружающими людьми. Так что за столетия своего существования психология стала более необходимой, чем любая другая наука. Книг по психологии издано множество, но список бестселлеров возглавляют, разумеется, книги по психологии общения. Однако ни один труд не выдержал столько переизданий в разных странах, как книги Дейла Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей? Как преодолеть чувство беспокойства? Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично? Эти три классических труда хорошо известны во всем мире. Они с успехом издаются и сейчас, хотя книги этого величайшего мастера человеческого общения были написаны в начале 20 века, когда далеко не в каждом доме был телефонный аппарат, о том, что такое компьютер, не догадывались даже фантасты. Не говоря уже о прочих приспособлениях и гаджетах, без которых мы, люди 21 века, не мыслим свою жизнь. Подумать только. Советы человека, никогда не смотревшего в экран компьютерного монитора, актуальны для людей третьего тысячелетия. И не просто актуальны. Они захватывают, окрыляют, заставляют двигаться дальше. Книги Дэйла Карнеги «Отличные лекарства от любой депрессии, апатии и лени». Многие люди держат их на рабочем столе или на тумбочке у любимого кресла. Наиболее продвинутые закачивают их в электронные читалки, чтобы никогда не расставаться с этим источником вдохновения. А знаете почему? Потому что внутренний мир человека живет по тем же законам, что и сто, и двести, и десять тысяч лет назад. И современный человек даже больше, чем когда-либо, нуждается в путеводителе по законам этого мира. А книги Дэйла Карнеги простой, понятный и очень точный путеводитель. Он указывает самую короткую дорогу к тому, как научиться оказывать влияние на людей и обретать верных и надежных друзей. Словом, к тому, что мы называем эффективным общением. Но правда состоит в том, что для большинства людей книги Карнеги не более чем вдохновляющее чтение. Мало кто понимает, как из безупречной теории извлечь практическую пользу. Книга, которую вы сейчас слушаете, это мостик между теорией и практикой. Только в ней вы найдете ответ на вопросы. Как применить бесценные советы Дэйла Карнеги здесь и сейчас? Как оторваться от книги и перейти к воплощению всех принципов грамотного общения в реальной действительности? Как научиться мгновенно включаться в любое общение и вести его на позитивной волне? Мы не собираемся занимать ваше внимание подробными объяснениями и примерами. Все это вы найдете в книгах самого Карнеги. Главное правило этой книги таково. Минимум теории, максимум практики. Что от вас потребуется и что вы получите взамен? Сегодня существует огромное множество практических бизнес-тренингов, основанных на идеях Дэйла Карнеги. После таких тренингов люди действительно получают большую свободу в общении, учатся понимать других, начинают разбираться в тонкостях человеческих взаимоотношений. Но у этих тренингов есть два существенных недостатка. Первое. Проводятся они только в больших городах. Второе. Стоит это недешево. Столько, что не всякая компания может позволить себе отправить своих сотрудников на подобный тренинг. Но ведь главной целью Дэйла Карнеги было создание такой психологической системы, которая была бы доступна для всех, от чистильщика обуви до владельца транснациональной корпорации. Книга, которую вы слушаете, преследует ту же самую цель. Это ваш индивидуальный тренинг, который обойдется вам лишь в стоимость бумажного, электронного или аудиоварианта книги. Но приобретете при этом очень многое. Все, что вы захотите. Вы одиноки? Эта книга поможет вам найти настоящих друзей или спутника жизни. Вам никогда не удается попасть на прием к нужному человеку? Эта книга позволит вам обрасти полезными связями на любых уровнях. У вас масса идей, но нет единомышленников? Эта книга найдет для вас самых преданных и квалифицированных помощников, а также спонсоров, готовых инвестировать в ваши идеи. Вы хотите найти работу по душе и с достойным заработком? Благодаря этой книге вы с легкостью пройдете любое собеседование. Вы устали от бесконечного стресса и суеты? Эта книга снабдит вас универсальными рецептами для обретения комфорта и гармонии. И чтобы получить все это, вы должны сделать одну единственную вещь. Ежедневно тренировать навыки правильного общения и образа мыслей. Как тренировать? С помощью 150 готовых упражнений, заданий и игр, которые принесут вам не только желаемую пользу, но и доставят удовольствие от самого процесса. Главное правило – действие. Все упражнения, игры и задания, представленные в этой книге, были разработаны в течение нескольких лет группой психологов и бизнес-тренеров. Эти упражнения обкатаны на реальных людях в реальных жизненных ситуациях. Они работают как в обстоятельствах повседневной жизни, так и в критические моменты, когда требуется срочно разрядить обстановку или же принять немедленное решение. Вам не стоит беспокоиться о том, что у вас может не хватить времени или сил на зубрежку правил или глубокое изучение теории. Обойдемся без теорий. Тем более, что без нужной практики все они быстро забываются. Мы не предлагаем вам ничего зубрить или изучать. Вы должны просто действовать. Тренинговые упражнения и задания выстроены по темам. Каждая тема включает в себя одно важное правило Дейла Карнеги. Упражнения к теме позволяют отработать это правило на практике, убедиться в его эффективности и выработать полезную привычку этому правилу следовать. Возможно, при чтении заданий у вас время от времени будет возникать мысль о том, что это слишком просто, лежит на поверхности, вам это уже известно, вы это уже пробовали, но не сработало и так далее. Так вот, задумываться не надо. Вполне может быть, что какие-то из уроков Дейла Карнеги вы уже пробовали воплощать в жизнь, и результат оказался не таким, как вы ожидали. Никто не бросился в ваше объятие, никто не стал действовать по вашей указке, и вы решили, что советы Карнеги не работают. Если это так, то причина вашей неудачи заключается в том, что вы полагали, будто приемы Дейла Карнеги помогут вам манипулировать окружающими. Вы думали, что стоит вам применить один из его советов, и другие люди сразу же начнут делать то, что нужно вам. Иными словами, вы хотели с помощью этих приемов изменить других людей, в то время как вам нужно меняться самому. Ведь изменяя себя, мы изменяем окружающий нас мир. А глубинные изменения личности происходят лишь тогда, когда человек полностью меняет стереотип своего поведения. Стереотипы сидят не в разуме, а в подсознании. Вот почему не нужно задумываться, нужно просто действовать. Когда действие перейдет в привычку, ваше подсознание усвоит новый тип поведения и изменит вас изнутри. Программа успеха. Или как действует подсознание. Почему так важно овладеть приемами Дейла Карнеги на подсознательном уровне? Для начала давайте разберемся с тем, что такое подсознание. Это область человеческой личности, где каждый поступок, каждое событие, импульс каждой мысли, вспышка любого чувства, отблеск любого предчувствия фиксируется и сохраняется на годы. Это своего рода архив, или скорее склад всего того, что мы делаем или чувствуем, о чем думаем или только догадываемся. Время от времени эта информация просачивается из подсознания в сознание в виде странных снов и точечных воспоминаний, вызывающих в нас смешанные чувства. Но для чего нужен этот склад? Неужели только для того, чтобы показывать нам замысловатые сны или напоминать о том, о чем мы предпочли забыть? Нет. У подсознания есть куда более важная цель. Оно служит своего рода питательной средой, из которой вырастает наше будущее. Оно обрабатывает наш прежний опыт, неважно, опыт поступков, мыслей или чувств, и на основе этого формирует наше поведение. Подсознание программирует нашу жизнь. Подсознание – великий труженик. Оно не останавливается ни на минуту. Если вы не дадите ему положительный материал для работы, оно будет работать с тем материалом, который владеет вашим сознанием. Никто не может управлять подсознанием напрямую. Этим, кстати, и объясняется то, почему так сложно выработать силу воли. Наша решимость изменить себя разбивается о железную программу подсознания. Но подсознанием и не нужно управлять. Достаточно изменить его питательную среду, то есть заполнить этот склад теми поступками, мыслями и чувствами, которые будут программировать нашу судьбу нужным образом. Все задания и упражнения этой книги направлены на то, чтобы дать вашему подсознанию нужную пищу. Так что просто начинайте действовать. И очень скоро вы поймете, какими широкими возможностями обладает подсознание. Как работать по тренингу? В этой книге содержится 150 упражнений, заданий и игр, позволяющих овладеть приемами Дейла Карнеги. Выполнять их можно в любой последовательности. Главное условие – постоянное, ежедневное их выполнение. Можно ли одно и то же упражнение повторять изо дня в день? Можно. Можно ли начать с того, что, как вам кажется, у вас получится лучше всего? Можно. Можно ли сочетать упражнения, видоизменять их, приспосабливать конкретной ситуации? Можно и нужно. Можно импровизировать как угодно, лишь бы цель того, что вы делаете, соответствовала правилу, которое вы отрабатываете. Единственное, что запрещается делать – пропускать дни. Как показала практика, чтобы дать подсознанию достаточно материал для обработки, требуется 30 дней непрерывных занятий. За эти 30 дней вы можете проделать все 150 заданий, а можете выбрать, к примеру, по три задания из каждой главы и выполнять по одному заданию ежедневно. Порядок выполнения, количество заданий, выбор правила, которые вы будете отрабатывать в ближайшие дни, на ваше усмотрение. Не обязательно в эти 30 дней переделать все 150 заданий, но желательно пройтись по всем темам. Хотя, если вы чувствуете, что какая-то тема требует особой отработки, можете посвятить ей несколько дней и проделать все упражнения из этой темы. Большинство тренинговых упражнений не требуют отдельного времени, уединения и особого настроя. Их можно выполнять в любом месте, в любом обществе, в любой ситуации. Никто никогда не поймет, что вы делаете что-то особенное или поступаете как-то не так. Чтобы ваше подсознание как можно быстрее выработало новый тип поведения, заведите дневник. И каждый день записывайте, как прошла практика, с какими людьми вы отрабатывали тот или иной навык, и каков был результат этой практики. Дневник можно вести в свободной форме, можно в виде таблицы, куда вы будете вносить вид упражнения, имя и роль человека, с которым общались, и общий контекст ситуации. А можете написать маленькую историю, где также опишите свои мысли и чувства по этому поводу. Введение дневника позволит вам еще раз прожить и проанализировать обстоятельства, в рамках которых вы проделывали то или иное упражнение. Возможно, вы поймете, что не совсем точно следовали правилу Карнеги. Или увидите, как в следующий раз можно улучшить эту практику, привнести в нее что-то новое, свое. Используйте творческий подход. Этим вы заставите свое подсознание работать еще активнее. День за днем, шаг за шагом, эта книга будет превращать вас в человека, способного войти в любые двери и подружиться со всем миром. Она написана для того, чтобы вы могли отработать идеи Дэйла Карнеги на практике и получить ключ к свободе, гармонии и успеху.